Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я очень сильно зависим от человека, помогите. Влюблено в парня, уже второй год, с которым даже не общаюсь, вижусь довольно редко, но я хочу быть с ним, я знаю его девушек, смотрю их фотографии, начинаю сильно завидовать, что они были с ним, а я нет. Могу часами думать, чем же они заслужили, а я нет, чем я хуже их. Могу часами смотреть на фотографии этого парня и думать, как же сильно я хочу быть с ним. У меня бывают какие-то приступы ненависти к нему, я не хочу его видеть, думать о нём, меня буквально воротят от него. Ну а затем моя любовь возвращается. Я думаю о нём 24 на 7, на улице всегда боюсь его встретить, а когда кажется, что где-то вдалеке я его видел, начинает кричать голова и темнеет глаза. Ощущение, что я сейчас упаду в обморок. Я не могу переключиться на других парней, на тех, с кем я могла бы построить отношения. Мне может кто-нибудь приглянуться, а затем я всё равно думаю, они всё равно не он, так зачем я буду тратить своё время и силы на этого левого парня. И быстро остывало. Кажется, что они все не дотягивают до него это придумка. Парень не тот человек, из которого можно было бы выдумать идеал. Он, можно сказать, даже плохой человек. Я понимаю все его недостатки, но при этом он всё равно остаётся каким-то особенным для меня. Этому парню на меня всё равно, у него были поводы заговорить со мной, написать мне, но он ничего этого не сделал. А когда мы случайно сталкиваемся на улице, я вижу, что ему абсолютно плевать. Я уже смирилась с этой мыслью, что с ним никогда не буду, но при этом продолжаю каждый день думать о нём. Я уже предстала выдумывать наше совместное счастливое будущее, как это было раньше. Я просто лежу вспоминаю его образ, его внешность, какие-то события, связанные с ним. Я сама не понимаю, чего хочу от этой любви. Просто уже сформировалась какая-то зависимость от этого человека, которую я хочу побороть. Я думаю, что в первую очередь здесь вам необходимо обратить своё внимание на следующие моменты. Девушки отдыхают. А именно. Что? Зависимость? Не нужно. Побарого, побарываться! Ну, серьёзно, не нужно, пытаясь её побороть, зависимо от смысла, вы оказываете себе, мягко говоря, выбрал медвежью услугу, потому что просто так, на ровном месте зависимость не появляется, она, если это появляется, то на это есть серьёзные причины, т.е. есть серьёзные основания для помощи, чтобы, ну, чтобы зависимость появилась. Вот. И это нужно понимать. Поэтому поборовать зависимость не то, что вы можете для себя сделать. Я думаю, что в какой-то момент вы идеализировали, начали идеализировать мужчину, я думаю, что в какой-то момент вы начали приписывать ему те качества, те черты, те особенности, которые вы, скорее всего, хотели бы видеть сами у себя. Ну, возможно. Я думаю, что не случайно вы, говоря о том, что он не самый хороший человек, всё равно к нему тяготеете, потому что, несмотря на какую-то вот его, допустим, неидеальность, всё равно он вас, условно говоря, чем-то цепляет. Вот. И здесь важно постараться увидеть, чем он вас цепляет. Здесь важно постараться заметить, чем он вас привлекает, потому что это в целом история про вас. Это история именно про вас, это история про ваше стремление и ваше желание чего-то. Да, другой вопрос, конечно, заключается в том, чего вы хотите, а вопрос заключается, конечно, в этом. Это очень важно понять, чего вам не хватает в силу жизни. Потому что зависимость очень часто, скажем так, уходят. людей, которые от чего-то бегут, ну вот, в своей, скажем так, жизни. И вот нужно выяснить, собственно говоря, от чего бежите вы в своей, ну, в своей жизни. Я думаю, что вряд ли вы так уж удовлетворены и заинтересованы в своей жизни. Я думаю, что, скорее всего, вас, ваша жизнь чем-то не устраивает. Я думаю, что в ней, скорее всего, есть некоторая проблематика, которую вы не знаете или боитесь, ну, боитесь как-то решать. Вот. И, соответственно, убегаете в зависимость. Понятное дело, что, чтобы об этом разобраться, нужно с вами поговорить. Понятное дело, что, чтобы помочь вам, нужно как следует изучить проблематику того, с чем вы и столкнулись, после чего уже можно будет, конечно, оказать вам соответствующую помощь. А вот. Почему так получилось? Почему так получилось? По крайней мере, на данный момент. Как так получилось? Что кроме младого человека, вас больше не особо-то чего интересует. Как так получилось? Мне бы очень хотелось это понять. Как так получилось? Мне бы очень хотелось это понять. Возможно. Как так. Как так. какие-то комплексы, на которые желательно обратить внимание. вам. Вот. То есть, одним из ключевых моментов вашей ситуации является, является то, как вы относитесь к себе. И, на мой взгляд, к себе вы относитесь не лучшим образом. И вот, соответственно, поработать с этим, с тем, чтобы вы к себе стали лучше относиться. И является нашей задачей. Вот. Для этого вам желательно рассказать нам историю своей жизни. Для этого желательно, чтобы вы как можно лучше, скажем так, полнее познакомили нас со своей жизнью. Чтобы мы могли вам помочь, чтобы мы могли поисследовать то, что с вами происходит. И посмотреть, как можно решить ту проблему, которую вы описываете. Ну, хочу сказать, что, конечно, проблематика решается. Но решение проблемы здесь не в том, чтобы вы просто взяли и побороли. Свою зависимость. Решение проблемы заключается в том, чтобы вы нашли для себя новый смысл жизни. Чтобы молодой человек перестал для вас быть определяющим смыслом жизни. Чтобы молодой человек не был для вас единственным смыслом жизни. Сейчас у меня складывается такое впечатление. Я, к сожалению, что он единственный. И если это так, то, как вы, я надеюсь, догадываетесь, это и является проблемой. И именно поэтому вы будете саботировать процесс психотерапии. Потому что смысл жизни больше нет. Вот не будет молодого человека, да, не будет его в, так скажем, вашей реальности. И что вы будете делать. О чем вы будете мечтать. Чего будете хотеть. И так далее. Поэтому очень важно, чтобы вы не боролись с зависимостью. Бороться. Бесполезно. Этим вы даете в своей зависимости еще больше силы жизни. Бласты над вами. Пусть она будет, но возможно найти для себя что-то новое. начать интересоваться собой. Вот то, что бы вы могли сделать, как мне кажется, для себя. Вот. Но я, само собой, не могу знать, готовы ли вы к такой работе или нет. У вас, кроме того, есть страхи. Страхи. Вы боитесь его встретить. Вы нацелены как будто бы на построение серьезных отношений. Это тоже в какой-то степени может усложнять ситуацию. Поэтому мне кажется, что если вы на самом деле хотите стать более свободной, то вам нужно выбрать себе специалиста. Да, вам нужно выбрать себе психолога и в общем и целом начинать с ним работать. Вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить. Хочется пожелать вам всего самого доброго. Хочется пожелать вам удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. И в заключение хочу обратить внимание вот на какие вещи. Первое. Как вы себя чувствуете, когда представляете себя с ним? Второе. Вне его контекста. Как вы к себе относитесь? Всего вам самого доброго. Продолжение следует. Продолжение следует.